На сегодняшний день, чтобы сказать, что я ни о чем не мечтаю, конечно, мечтаю. Мечтаю о своих дочерях, мечтаю, как у них будет семейная жизнь. Прошу, по-видимому, Бога, чтобы он дал еще немножко пожить на этой земле, чтобы все меня окружающие тоже как бы так жили, и мы могли встречаться. Мечта, конечно, есть, чтобы была стабильность. Хочется экономического роста. Слова настоящего руководителя. Таковым Геннадия Курловича считают не только сотрудники открытого акционерного общества «Калинковичский мясокомбинат», но и руководство области. По итогам работы в 2014 году ежегодная премия Гомельского облсполкома «Человек-года» в номинации «Руководитель» в этом году вручена Геннадию Курловичу. Достойная награда для хорошего руководителя. О том, за какие трудовые заслуги он удостоен такой чести, чуть позже. А пока? Пока о том, кто и что помогло Геннадию Александровичу в его профессиональном становлении. То, что у Курловича, как говорят в народе, все схвачено, было ясно уже давно. Один простой пример. Обучаясь в Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках, Геннадий Курлович женился. Уже на третьем курсе у них с супругой появился ребенок, дочурка Леночка. Как быть? Ребенка растить нужно. Родственников, которые могли бы помочь, в городе нет. Учились на стационаре. Прикинули, как могут развернуться события и решили. Мы решили попробовать воспитать ребенка хорошо. Ну и, конечно, не бросить учебу. И у нас это все получилось, конечно. Но один момент такой интересный. Меня мои друзья всегда подкалывали. Они говорили, говорят, Гена, а мальчика ты не хотел? Ну вот тот момент, когда ребенок рождался, я, конечно, хотел мальчика. Ну вот мне, конечно, хотелось. Но когда я первый раз увидел свою Лену, я понял, что я мальчика не хочу. Жила молодая семья в общежитии. Первые два месяца нянчить младенца Леночку помогали все. Поочередно приезжали дяди, тети, двоюродные братья. А потом мы такую систему придумали. Я думаю, не знаю, сейчас как-то студенты такой, ну такое пойдут или нет. Мы с другом, он тоже женился, тоже у него ребенок был. И мы, получилось, объединились все. И вот у него был мальчик, у нас была девочка. И я помню такие моменты, что я оставался один и смотрел этих двоих детей. А трое шли на учебу. Ну и вот где-то получалось, какую-то одну пару ты мог прогулять. Уже в студенчестве Геннадий Курлович работал. Одновременно совмещал роли мужа и отца, студента и профсоюзного лидера. Регулярно проводил субботники. Тогда это было очень так, скажем, престижно, что председатель правкома должен прийти на субботник, увлечь всех там, скажем, в массы какие-то, и чтобы эти массы работали. Ну было такое, что где-то не ходили на субботники. Тогда приходил декан и говорил, Гена, нужно идти на субботник. Я говорю, Михаил Прокопович, надо сесть, посидеть с Леной, а я пойду поруковожу. Он говорит, ну тогда лучше оставайся. Помнит Геннадий Александрович, как ожидали рождения второго ребенка. И снова любопытные друзья интересовались, сына хочет товарищ или дочку. Я так смотрел, смотрел и думаю, у девочки должна быть обязательно сестричка. Я говорю, только дочку. Дочка и родилась. Ольга, сестры, а также их мама и составляют радость и счастье Геннадия Курловича. Добезбивается чего-то руководитель, если у него очень крепкая семья, очень хорошие друзья, которые могут где-то там поддержать его, могут где-то сказать правду, даже такую правду, которая, ну, может быть, другой не скажет, да. И вот поэтому, имея, ну, я думаю, что у меня это все было и есть. Возможно, позитивное отношение к жизни и помогло Геннадию Александровичу Курловичу получить любимую работу, доброе расположение своих сотрудников. В конце концов, звание «Человек года» в номинации «Руководитель». Так за что же именно он удостоен такого высокого и почетного звания? 11 ноября текущего года исполнится ровно 7 лет, как Геннадий Курлович возглавил Калинковичский мясокомбинат. Анализируя достижения предприятия за этот период, понимаешь, проделана колоссальная работа, когда невозможное становилось возможным. Как человек целеустремленный и жаждущий быть всегда на высоте, Геннадий Курлович четко знал, что нужно делать. Первым делом, что я сюда сделал, когда пришел, это открыл это предприятие, это я могу сказать, ну, с моей помощью так произошло, на Украину, оно было закрыто. Мы первые открылись на Украину, и мы были закрыты на Россию в тот момент. Вот, и мы открылись на Россию. В течение первого года работы Геннадий Курлович вникал в проблемы комбината на разных уровнях. Понял, нужна ротация кадров. Без промедления отправился в Могилевский государственный университет продовольствия за новыми кадрами. Первый раз после жесткого отбора привез только одного молодого специалиста. С тех пор, вот уже 6 лет, ведется непрерывная кадровая работа. Руководитель предприятия должен, ну, иметь, я не знаю, самое главное, 2-3 направления каких-то. Это вот кадровая работа. Потом он обязательно должен контролировать, там, скажем, и вникать в финансовое. И, конечно, модернизация предприятия. То есть продвижение предприятия, он должен немножко быть как бы на шаг впереди. Что будет, там, скажем, через 2 года, через 1,5 года, и к этому стараться предприятие подводить. На мясокомбинате хорошо понимают, покорение вершин качества напрямую связано с модернизацией производства. На нее и сделало ставку мясоперерабатывающие предприятия под руководством Геннадия Курловича. За последние годы в инвестиционное развитие мясокомбината вложено 112 миллиардов рублей. Предприятие здорово изменилось, как внешне, так и внутренне. Построена новая база для транспортного цеха. Сам автопарк обновился на 80%. Фактически создано новое ливерное отделение и новое отделение для мясных продуктов, сырокопченых и сыровяленых колбас. Приобретены две новые упаковочные линии, что позволило упаковывать до 50% производимой продукции. На стадии завершения проект – техническое переоснащение холодильника и приобретение энергосберегающего оборудования. Суть проекта заключается в приобретении современного инновационного холодильного оборудования для увеличения объема реализации охлажденного мяса на экспорт, снижению усушки мяса при холодильной обработке, экономии топливно-энергетических ресурсов. Проведена на комбинате и глобальная модернизация всего энергетического хозяйства. Шесть лет назад стоял вопрос о закрытии комбинатовской котельной. Настолько она устарела и не могла обеспечивать производственные мощности предприятия. Сегодня котельная работает в полную силу. Здесь установлены два современные котла. На сегодня мы имеем очень хороший показатель благодаря его коэффициенту полезного действия, который составляет 97%. То есть это один из самых больших, исходя из всего оборудования, которое представлено во всем мире. Сегодня, допустим, за полугодия мы получаем в среднем экономию порядка 1000-1100 тонн условного топлива. Теперь руководство предприятия ставит новую задачу – выйти на получение собственной электроэнергии. И это не единственный пример успешного развития производственной базы. На уровне лучших предприятий Беларуси перестроен комплекс приемки скота на мясокомбинате. Полностью перестроили убойный цех, частично модернизировали консервный цех и пельменный. За время работы Геннадия Курловича в должности директора предприятия с года в год обеспечивается устойчивый рост объемов производства. Большое внимание на Калинковичском мясокомбинате уделяется развитию ведомственной торговой сети предприятия. Его продукция представлена в фирменных магазинах. Два из них под названием «Полесье» в Калинковичах, а также в других городах Беларуси. Сегодня 45% продукции мясокомбината идет на экспорт. Страны-потребители – Россия, Казахстан, Туркменистан и другие. Главная составляющая в работе Геннадия Александровича Курловича – забота о людях. Отсюда наличие на предприятия широчайшего пакета социальных гарантий. Страхование сотрудников, предоставление жилья молодым специалистам, оздоровление детей и работников за счет предприятия, материальное поощрение в конце года. Еще один приятный бонус – пакет с продукцией мясокомбината, который выдается каждый месяц при отработке полного баланса рабочего времени и отсутствии нарушений в работе. В целом стоимость соцпакета составляет 60% годового заработка сотрудника мясокомбината. Кроме этого, на предприятии имеется столовая, общежитие, здравпункт, стоматологические и физиотерапевтические кабинеты, тренажерный зал. Большое внимание уделяется ветеранам-трудам. Так что работать на Калинковичском мясокомбинате в условиях, созданных нынешним директором, комфортно. Во многом благодаря тому, что он немало сил и времени отдал предприятию. Работать можно, было бы желанием, особенно у молодежи, и терпением, чтобы, как говорит Геннадий Александрович, понимали, что получить все и сразу невозможно. Для этого сначала надо потрудиться. Чуть-чуть терпимости молодежи. Чуть-чуть. А так у нас очень такая грамотная, очень необщая молодежь, которая приходит последние, я не знаю, 4-5 лет, вот сколько вот и в этом году, мне дух захватывает. То есть они приходят со своим видением. Они немножко какие-то такие раскрепощенные. Вот. Я считаю, что у них все есть. То есть у них есть, по-видимому, хорошие родители, у них есть тоже хорошие друзья. Осталось просто вот, как бы сказать, чтобы удача была на их стороне. А у Калинковичского мясокомбината все самое интересное еще впереди. Ведь многочисленные идеи должны реализовываться, а грандиозные планы воплощаться в жизнь. Уж их-то у калинковичских мясопереработчиков не занимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова